Продолжение следует... Коричневый сделает его сложным. Итак, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего. Мигая, мигая, то в пользу одного, то в пользу другого, то в пользу третьего. Достаточно немало количества краски положить. Игорь, будем сразу вот сюда класть немножечко светлее, да? Чуть-чуть вот посложнее желтее, потому что свет все-таки отсюда. Я бы не стал бы сейчас слишком... Сначала давай все наберем, а потом увидим, насколько можно светлить, а сколько не нужно. Значит, количество краски, которое положить на хвост, такое, чтобы мастихину было что придавить. Да, вот мера, которая нас интересует. Такая мера, чтобы было что придавить. Хорошо? Давай. Распределительно. Мастихин, мы не будем мастихином придавливать. Нам просто нужно определить количество краски. Когда нам есть что придавливать, значит количество краски хорошее. Вот здесь его явно мало, мало вещества. А нам нужен пластилин краски, который как бы будет в себя вписывать. И все-таки увлекаешься светлым. Лучше дай смуглее. Это не я сделал. Я имею в виду вообще. Лучше дай смуглее, чтобы... Да, пространство можно вытягивать. Чтобы вытягивать свет. То есть мы в живописи маслом все-таки светлим, а не темним. Поэтому лучше дать смуглее. Начать рисунок искать. Это уже я чуть не придавил ничего. Мы придавливать не будем. Ну как, я так красиво было. Хорошо, придавишь. Хорошо. Рисунок будешь искать сначала вот такими действиями. Вот такими. Вот такими. Смотри, смотри. Ой, красивый цвет какой. Вот такими действиями. Поищешь чуть-чуть рисунок. Я думаю, что нам прикольнее будет потом снаружи добавлять. Сейчас вот чуть-чуть доупакуй. Белый. Смотри, белый придет в картину. Сначала вот так. Подтерла до сухонького холста. Взяла с розовиной. Если надо, с розовиной. И вот такое моделирование произвести. Потом придет кисть. Хорошо? Хорошо. Давай, конечно, сразу-сразу показываешь шик. Ну нет, Мастихина. Второй раз у вас. Дома получается грубятина. Смотри, смотри. Смотри. Чуть-чуть вот этой мутноты. Вот эти настроения поскорее начать укладывать. Да-да-да, я еще только увлеклась немножко. Вот эти настроения. Чтобы у нас все появилось и мы уже начали лепить. Во многом лепка наша будет именно кистью, именно лежачей, суховатой краской, лежачей кистью. То есть сверху на вот эту будет ложиться такое рыхлое, рыхлое укладка. Да-да-да, это я понимаю, спасибо. Давай. Наполнить. Что, я уже сколько могла, уже поняла. А, где-то еще здесь не трогала. Зато я здесь спасала, как хорошо. Смотри, деревянный характер стола будет от густой краски звучать. Можно подложить. А завтра стекло как красиво будет отражаться. Смотри, две разные, да? Мутная, малая краска, густая. Хорошо будет вместе, рядышком. Давай. Ну, прикольно. Все просто задействованы. Значит, есть такое мудрое правило у живописи. Теневые не любят густую краску. Поэтому там, где у нас теневые, немножко уменьшим напряжение густоты. Уменьшим напряжение густоты. Оно и по логике вещей понятно. Что теневая, она никакая. Иногда в ней все списано, обобщено. Даже вот в природе. Поэтому сделать ее сначала никакой. И потом лежачая кисть будет укладывать густятины вот такого рыхлого, творожистого содержания. Лежачая кисть. Чуть с вращением кистью. Смотри, чуть с вращением. Вращаю, да? Очень хорошие появляются звуки. А здесь достаточно тени. Вот на это все тени. Все больше не будет. Смотри, там же полутон пошел. Да, да. Вот они, вот они наши лепестоники. Именно лежачая кисть. Туда, туда я рассмотрела. О, хорошо. Простите. В таком ключе. Без цвета. Без чего? Без белилами одними пока. А у тебя же белила сразу подхватывают, цветнила. Там же монохромно. Смотри, как они подхватили всю эту цвет. Я поеду грубо сделать как-то вот. Так а что, здесь просторно. Там же ж нет этого кома. Там достаточно много просветов. Такой забородненький, красивый. Ну, у тебя ком. Да, да, да. Мало того, чего они туда убежали. Они все устремились к середине, а у тебя они разваливаются. Чем ты будешь наполнять вот эту пустоту? Бутончиком. Ну, да. Там очень все красиво. Да, я понимаю. Лучше не это самое, не улучшать. Ого, ого, вот так вот красиво. Один бутончик не помешает, такой вот слабенький. Так. Соразмерности учитывай. Тоже они сильно у тебя... По мере вырисовывания они у тебя растут в размере. Чего нежелательно. Ну, ты глянь, смотри, она тоже осталась. Видите, ты весь глянь съела. То есть эту пустоту мы ничем вкусным не наполним. То есть присобрать их. И быть поточнее к рисунку, ладно? Тоже очень огульно. Есть такое понятие, свет из-под теневой. Вот если все остальное пятно может быть любого, любой тональности, то именно из-под теневой свет должен носить. Подкладывая свет, мы создаем идею воздуха и предмета в пространстве. Правда? Сразу. Да. Свет из-под теневой. Здорово. Ну, как это да. То есть этот прием использовать всегда. Записать его где-нибудь себе на стеночке, на какой-нибудь. Он настолько часто используется. Причем художники часто даже не формулируют его для себя. Они приучились там где-то в институтах и даже его себе не могут. Потому что я вот от учителей живописи не слышал этого слова. Они всегда это делали, но вот такого словосочетания свет из-под теневой я от них не слышал. Это уже как бы для себя сам сформулировал, давая уроки. Поэтому, имей в виду, ты видишь, собранный букет гораздо лучше. Уже он готов был вывалиться. Плюс соразмерность тоже желательно соблюсти. теневые не хотят иметь много краски. не хотят. Не перебарщивай. А свет будет иметь много. И вот эти вот дырочки, они очень вкусные. Их нужно обязательно показать. серо-человые дать вот здесь. Вот такими вот вариантами. коричневый-голубой даст очень темный. И ты можешь вот эти темноты. Теневые места лепестков положить мастихином, вот так густо. Густо, но раздавлено. А уже световые положишь кистью. с добавлением зелененького цвета. Хорошо? Ядовитый цвет. Мне кажется, красная. Там единственная вот... Ну, хочешь, успокойно. Я не против. Красная. Красная. Такой более седой. Значит, может действительно вот так вот густо. Да, красиво. Но только мы оставляем теперь вот эти серые, смотрим, да? Подложим в синюю середину и сверху немножко зелени. И обязательно, чтобы вот в пространстве прямо повисло. Чтобы они прямо отделились от букета вот в этих местах. Вот, чтобы эти дырки все прозвучали. Чтобы эти дырочки все прозвучали. Хорошо? Постараюсь. Давай. Не очень получается пока еще пальчик не хочу придавить. Не-не-не, там как раз не надо придавить. Как раз нужно дать вот эту кашу. Я все цветочки без вазочек рисую. А, ну здесь такой деликатный. У меня сейчас не получается. Боржеглаз называется. Так, чуть-чуть приподнимем, а то не хватает стакан размерчика. Так, коричневый. Вообще, конечно, вот это бы сделать по-сухому было бы вкуснее. А, вот эту гладь. Не, вот именно вот эту бледность. Да, я тебе кожу напишу. Звуки такие поставить. Звяк, да? Сейчас, сейчас. Звяк зеленый. Вот это я понимаю. Чтобы звякнула. Я так звякнула. Чтобы вырви глаз после такой красивый, нежнятельный. Стекло любит мутность. Я как-то видела, какой-то красный ворачивали красивый. Уживаете? Здесь практически свет на фазе. Практически свет на фазе. В этом раз так вот, сейчас еще по одному. Когда дойдем на тебя лучше, я на стекленный адрес. Ведь я еще с орнаментом. И плюс свет из-под теневой. Всегда здорово. Ну и поскольку это очень четкая геометрия, то вот мы ее подрезали и она сразу заработала. Чуть-чуть светлых таких ярковатых, там есть полутона, а есть светлости. С легким, красненьким. В архитектурной зоне, кажется, сложной. Архитектура самая сложная для женщин. Мне кажется. Женщина это что-то сон. Смотри, вот аж с такой мазюнечкой. Вот он такой теплый и приятный. Немножко он там желтинкой. Я вот уже пихнула. Желтинка с розовочкой. Если эти все холодные какие-то, то это вот два слегка желтинка. Патронов не жалеть. Краску густо. Можешь сами вот эти листья, чуть-чуть, конечно, с желтинкой, коричневой, голубой, с чуть-чуть желтинкой. Сначала положить мастихином. Ну, ты, похоже, так и делала. Вот. Положить мастихином. То есть появится вот этот глянец, но светлые партии на этом все-таки, чтобы уравновесить, уравновесить с звучанием вот этого. Чтобы не было иного звучания. Чуть где-то порезать их. Вплоть до темного тоже где-то. Чуть. С резьбой. Давай. Игорь, вот это, чтобы сейчас делаем. Вот я разрабатываю форму вот в таком стиле, да? Можешь здесь использовать, смотри, кроме мастихином кистью. Да, я знаю, как укладка, да? Мастихином. Да, да, да. Мастихином, а потом порезать этот мастихином. То есть, допустим, ты кладешь, а потом вторгаешься разрезанием. То есть вспомогаешь. Да, 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 да. Игорь, вот здесь зеленая краска. Прям хорошая бутылочная. Да. Всюду, 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 всюду. Она вот стекло нашла. Стекло должно остаться вот таким. Я сама попробую. Вот здесь вот. А, ну добавь. Да я сама, да? То есть еще потом. Вот так пустой кистью. И размазать. Сделать его максимально не фактурным. Более цельный характер ему дать. Ноль краски все-таки. Ну вот это вот мутнятинку. Попробуй. Если не получится, потом будет. О, смотри, да? Вот оно стало мутным. Ну я к тебе приду. Все правильно делаешь? Продолжай продолжай наращивать, наращивай. Ну даже слишком лепко. Смотри. Все-таки лист это плоское существо. Плоское. Особенно профили, ой, фасы, желательно сделать вот так. Плосковато. Может быть здесь кого-то вынуть именно плоскостным. Так, там было краски уже. Даже вот так, да? Даже с серединкой. Да, да, да. Даже контраст хорошо. Кисти и глянца. Там такой запут вроде хороший. Он такой вы потерну. Сразу можете, наверное, туда завести. Я отчетываю. Я отчетываю. Алло. Сейчас с тебя. Иди. Что? Смотри. Вот это жилочки лепестка. Несколько различимы. Вот там получился вот этот вот прям заход вот этот красивый. Я отчетываю. Сколько не говорила. Сейчас. Пипа. Алката после урока. Первый день. Десять тысяч. Последующие восемь пяти. Пятичасовой занятий. Вот такая яркость. Да, интересно. Красиво. Мне кажется, он смотрится отторвально. Как его туда завести? Через середину, что ли? Как бы середина туда ушла, а пусть проваливается. третий. Смотри. Скореть. Скореть. Дисклейку. Ура. Да. Ура. Саратов. Эти. Я измельчала. Расскажи. Вау. Саратов. Саратов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...